Тебе наступает на горло, тебя душит. И в том случае, если ты сопротивляешься, это является признаком проявления какой-то нечистой силы и так далее. В принципе, эта ситуация угрожала моей жизни, но при этом со мной находилась там же моя мать. Она наблюдала за этим, и это было приемлемо для нее и абсолютно неприемлемо для меня. И это была такая черта, после которой, мне кажется, восстановить наши отношения было уже невозможно. Ты понимаешь, где бы ты ни оказался, в любой момент могут прийти. И как бы для тебя сейчас ситуация не выглядела безоблачь, ты понимаешь, что в любом случае эта сторона, она действует, и твои поиски, они уже активно осуществляются. Сегодня российское государство фактически санкционирует применяемое отношение к женщинам насилие. Начинает там декриминализация статьи о побоях и заканчивая устоявшейся уже практикой осуществления поиска и принудительного возвращения кавказских женщин и их семьям, буквально на заклане получается, в которых практически всегда задействованы силовые структуры, различных уровней. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Российские власти заблокировали сайт «Радио Свобода», но обойти блокировки можно с помощью VPN или скачав наше приложение, куда уже встроен VPN. И, конечно, все публикации можно найти на наших страницах в социальных сетях. Сегодня я расскажу историю, которую активно обсуждали в Рунете в октябре 2023 года. Это история о том, как родственники, сбежавшие из дома в Ингушетии, женщины буквально взяли в заложники правозащитника, участника команды против пыток, Магомеда Аламова, удерживали его и угрожали убить его, самого и членов его семьи, если беглянка немедленно не вернется домой. Эта драма развернулась после того, как в начале октября кризисная группа «СК СОС» помогла 28-летней Марине Яндиевой сбежать из дома. Часть пути ее сопровождал Аламов, который в целях безопасности не знал ни ее имени, ни иных подробностей. К счастью, на днях Магомед Аламов вернулся к семье, однако родственники Марины Яндиевой угрозы в его адрес не отозвали. Правозащитники помогли мне созвониться с Мариной, и сегодня она героиня подкаста «Человек имеет право». Расскажите, пожалуйста, а с чего все началось? Почему вы вдруг решили оставить свою семью, своих родственников и как можно скорее вырваться из-под их опеки? В самом вашем вопросе есть ответ на него. То есть для меня изначально было непонятно, почему эта опека вообще существует, учитывая то, что я являюсь уже совершенно летним взрослым человеком. Я проживала в Ингушетии, затем поступила в 2011 году, получается, в Москву на специальность, которая не являлась моим выбором. Это было решение моей матери. Параллельно было очень много факторов, вроде какой-то опеки и какого-то неадекватного контроля, которые на мне сказывались. И в конце 2015 года у меня развилась довольно тяжелая депрессия, которая закончилась суицидальной попыткой. И когда мы стали с моими родителями разъяснять ее причины, мы стали упираться в наши довольно серьезные разногласия. И это было эмоциональное решение. И все, что я говорила тогда, это тоже было обусловлено эмоциями и моим состоянием. Но вот я сказала, что я хочу жить независимо. Я хочу сменить специальность. Я не хочу, чтобы меня контролировали во всем. То есть мне было на тот момент, получается, был уже 21 год. И, соответственно, любой мой выход из дому нужно было согласовывать. Там одежда, ну все что угодно, в принципе. Это все было подконтрольно. И меня в определенный момент это перестало устраивать. А вы жили у родственников, когда учились в Москве? Или каким образом контролировали вас, пока вы учились? Со мной проживали две мои сестры. У нас очень часто бывали родители. И звонила моя мать, например, по сотни раз за день. И при этом было четко обозначенное время, когда ты должен был взять трубку. Если ты ее не брал, это уже оборачивалось в какой-то такой скандальной ситуации. Я вообще, в принципе, не очень понимаю, как при такой гиперопеке, которую она к нам проявляла, она вообще, в принципе, отважилась нас пустить куда-то учиться. Просто образование для моей семьи было в приоритете. Единственное, что это было то образование, которое они для тебя видели, и то твое будущее, которое тоже видят для тебя твои родители, а не решаешь ты. Вы рассорились из-за того, что вы сказали родителям, что хотите больше самостоятельности. Что было дальше? Они очень быстро объяснили все происходящее влиянием на меня, моих друзей и так далее. И начались угрозы всем людям, с которыми я контактировала. Стали обзванивать моих друзей, предупреждать их о том, что последуют какие-то последствия, если в дальнейшем кто-то из них будет уличен в контакте со мной. У меня сразу там взяли телефон и так далее. И вот именно вот эти угрозы, они тоже оказали на меня определенное влияние, потому что я, честно, не ожидала того, что, допустим, там мои сестры или моя мать способна на что-то подобное, совершенно безвинным людям, звонить и угрожать. Параллельно вместе с тем в процессе нашей ссоры я умудрилась упомянуться и религиозные взгляды, и меня сразу поволокли экзорцистом. И это был травмирующий опыт. Где это? Что это? Кто эти люди? Чем они там занимаются? В определенный момент, когда мы с матерью стали ругаться, она осознала, что ей нужно привлекать большее количество людей. Мои сестер на тот момент, кто их находить вместе с нами, было уже недостаточно. У нее довольно большая семья, и вот она вызвала там всех, кто мог приехать на тот момент в Москву, и съехались там ее братья и сестры. И вот от всей дружной компании меня повезли в подмосковный поселок, Вастряково, по-моему, называется, и там был то ли центр какой-то, то ли мечеть, ее по-всякому называют. Но на тот момент я не знала вообще, что это такое, это я впоследствии только как-то загуглила. И там был некий такой приезжающий шейх Сеордании, по-моему. Ну и суть вот этого всего заключалась в том, что тебе наступают на горло, тебя душат, и в том случае, если ты сопротивляешься, это является там признаком проявления какой-то нечистой силы и так далее. И это довольно зрелищно. Хотя, в принципе, когда тебя душат таким образом, это может вызывать любую реакцию, и она будет вполне естественной и оправданной. Я потеряла сознание, проснулась, выбежала как бы из этого помещения и осознала, что на тот момент, в принципе, эта ситуация угрожала моей жизни, но при этом со мной находилась там же моя мать, она наблюдала за этим, и это было приемлемо для нее и абсолютно неприемлемо для меня. И это была такая черта, после которой, мне кажется, восстановить наши отношения было уже невозможно. Марин, я прошу вас уточнить, вот вся эта история с этим экзорцистом, с удушением, с вызовом родственников, всех, кто может приехать в Москву, произошла просто из-за того, что вы сказали, что хотите жить самостоятельно? Да. Причем я сказала это на фоне очень своего выраженного такого депрессивного состояния, и я тоже его озвучила. Я говорила своей матерью, ну вот я самостоятельно уже с этим не справляюсь, давай мы обратимся к специалисту, потому что наши разногласия разногласиями, мы, возможно, сможем их как-то решить в последующем, но вот сейчас мне как бы объективно нужна помощь. Но вот вместо какого-то специалиста там и терапии какой-то, подбора терапии, мы вот решили обратиться к нетрадиционной медицине. А что было дальше? Дальше меня, соответственно, отвезли в игрушечную, потому что я предприняла попытку уехать, и просто запрели дома. Получается, если все это началось 20 октября и происходило где-то уже в ноябре 15-го года, то дома я пробыла до августа 16-го, когда мне удалось найти свой заграничный паспорт. И учитывая то, что меня оставляли дома одну, просто заперев, а у нас была такая дверь, тогда ее можно было открывать изнутри, я собралась и уехала. Соответственно, мне пришлось найти средства. У моего отца было два телефона, и вот я использовала один из его телефонов периодически. Вышла в сеть, нашла девушку, которая согласилась оплатить мне билет, и уехала обратно в Москву, и стала думать там уже, что мне делать дальше. Мне пришлось выходить на связь, и это очень неправильно для любого побега. Мне пришлось выходить на связь со своими какими-то друзьями и знакомыми, чтобы вместе с ними искать, к кому обратиться, и что мне делать дальше. Но толком ничего не успела сделать, потому что меня нашли раньше. Это было 29 августа 2016 года. Совершенно солнечно-прекрасный летний день в центр Москвы, когда я истошно кричала, сопротивлялась, но меня избили и похитили, и это тоже казалось мне чем-то... Тогда еще казалось чем-то невозможным, чтобы в центре города, в том месте, где, в принципе, казалось бы, полиция должна реагировать очень быстро на вызовы, могло что-то подобное произойти, но оно, тем не менее, произошло. А кто были эти люди, которые вас избили, на вас нападали, и какова была реакция, кстати, вот прохожих, полиции? Кто-то пытался вступиться за вас? Как это все? Мгновенно произошло? Нет, это не произошло мгновенно, потому что я до последнего сопротивлялась. Я кричала, звала на помощь. За это меня обили, и меня прям волокли. И нет, никто из прохожих не подошел, но я знаю, ну, слышала там впоследствии, что какие-то люди обратились в полицию все-таки, кто-то попытался заблокировать машину. А что касается лиц, которые это непосредственно осуществляли, то я не знаю их имен. Я знаю, что у человека, который меня избивал непосредственно, была критика «Боксер», а, в принципе, там было еще какое-то количество машин. И я не знаю, сколько человек было в этих машинах. Я знаю просто, что двое человек меня как бы избили и забросили в машину. В машине находился еще третий человек, который рулил, соответственно. И были еще какие-то машины. Мы оказались там на какой-то квартире. Я не знаю, что это было за место. Там была вот вся моя многочисленная семья, которая первоначально утверждала, что я неправильно все поняла. Они действовали исключительно из обеспокоенности за меня. И началось такое больше психологическое на меня воздействие. И какая-то часть утверждала, что я виновата, я всех опозорила, я бесчестивила свой род, свою нацию и так далее. Другая часть, которая, по-моему, не наоборот, довольно искусно мной манипулировала. Мне говорили, что, типа, вот это все так чудовищно, давай мы просто сейчас разберемся с этой ситуацией, мы тебя непременно отпустим. Приходили какие-то полицейские, смотрели на меня, сказали, что не видят никаких признаков насильственного действия, учитывая то, что я тогда, в принципе, сидела уже такая с рассвешившим полной мере лицом в гематомах, в крови и так далее. Я оказалась среди такого давления, с которым я уже не могла тогда с ним совладать. И я согласилась ей подписать документы и поехать обратно на Кавказ. Это все случилось 29 августа 2016 года. А что происходило потом, до того, как мы узнали о вас в 2023 году? Меня отвезли, получается, домой. И какое-то время я довольно твердо и не прекращая требовала, чтобы меня отпустили. И мне сказали, что у меня есть одна единственная альтернатива, это либо я унимаюсь, либо меня убьют. Потом мне приводили какое-то множество случаев, когда родители убивали своих детей, каким образом именно они это делали. Говорили, что меня могут поместить в психиатрическую клинику в Чечне, потому что в Ингушетии ее на данный момент нет, стационаром. И вот такие различные варианты предлагались. Но ты не можешь бесконечно сопротивляться этому, потому что тебе просто даже для того, чтобы не сойти во всем этом с ума, нужно научиться как-то примириться, что ли. Ты оказываешься вынужден примириться с этим. Поэтому через какое-то время я просто перестала требовать, чтобы меня отпустили вместе с тем на это. Но это очень повлияло то, что я думала, что я призвана недееспособной очень долгое время. Но я помню, что кто-то из моих родственников обмолвился о том, что у него есть связи в суде. И там вот для того, чтобы разобраться с некоторыми побочными последствиями, а побочных последствий на самом деле было очень много. Я сейчас не хочу о них говорить, которые были даже... Они выходили уже за рамки моей семьи. Вот чтобы разобраться с определенными побочными последствиями, нужно как бы признать меня временно, но признать меня недееспособной. И я до 23-го года, в принципе, считала, что это так и есть. А в 23-м году я просто нашла справку, которая значила, что я не состою на учете в психонервологическом дистанции. И учитывая то, что я, в принципе, работала с матерью в медицинском учреждении, у меня был доступ к внутренней программе. В ней я просмотрела и увидела, что тоже нет ни одного зафиксированного обращения в психонервологический диспансер. Соответственно, если бы я была признана недееспособной, какие-то обращения там должны были быть. И когда в 2023 году вы поняли, что вы не лишены дееспособности, что, в принципе, вы можете действовать как самостоятельный человек, в том числе и юридически, что вы предприняли дальше? Да, на тот момент я думала, что могу. Сейчас я не знаю, точно ли это так, потому что по факту получается, что несильная ситуация отличается от того, что если бы я была признана недееспособной, потому что мое слово абсолютно никем не воспринимается на сегодняшний момент, и меня не слышат официальные лица. Но тогда я поняла, что так просто продолжаться не может. И я активно наблюдала на тот момент за деятельностью каких-то правозащитных организаций, видела, как там сбегают успешно и неуспешно другие женщины. Иногда это тоже меня очень сильно травмировало, когда они сталкивались с какими-то последствиями, а я никаким образом не могла помочь людям, которых я очень хорошо понимаю. В какой-то момент я решила, что, возможно, следует попытаться сделать это еще раз. Но как бы у меня стоял такой выбор передо мной. Я в полной мере осознавала, что я не могу так жить, и, соответственно, я либо покончу с собой, либо я попытаюсь сбежать повторно. И, в принципе, учитывая риски там быть убитой при побеге, это не столь значимо, когда у тебя вариант остаться и тоже умереть. Тогда я обратилась к СК СОС. Что конкретно вы предпринимали для того, чтобы подготовить этот побег, ну, помимо того, что обратились к правозащитникам? Я отчаянно пыталась найти свои документы, которые у меня там отобраны с 15-го года. Но паспорт я так и не нашла. Ну, я приобрела телефон. У меня нет было личного средства связи никакого. В условиях, когда я, в принципе, не покидала дом без сопровождения вообще, это было сложно. Наверное, приобретение телефона, вот, поиском документов все и ограничивается. Как прошел сам побег? Вот ваша эвакуация, насколько она была успешна, сколько это все продолжалось? У меня был очень краткий промежуток, когда я могла бы покинуть дом. И вот это тоже была часть подготовки, потому что мне нужно было продумать, как мне выходить так, чтобы остаться незамечимой. Учитывая то, что я, в принципе, там не в магазин соседей, никуда-либо не выхожу без сопровождения, я могла уйти только в тот момент, когда все спят. И это было, соответственно, раннее утро. Ну, в 5 утра я вышла из дома. И было очень боязно, если честно, потому что было очень темно, и я понимала, что все-таки есть вероятность того, что кто-то мог проснуться и обнаружить мое отсутствие. Дошла до определенного места, которое было согласовано с правозащитниками. И там села в машину, которая подвезла меня до минеральных вод. Я никакого представления о том, кто меня везет на тот момент, не имела. И меня заведомо предупредили, что этот человек тоже не знает, и с ним лучше не контактировать, ничего не обсуждать, потому что его как бы ни о чем не уведомляли. А это оказался Магомед Аламов, сотрудник команды «Против пыток». Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты «Радио Свобода». Это подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Трачешникова. И сегодня моя собеседница Марина Яндиева. Она родилась и выросла в Ингушетии. Ей 28 лет, и в начале октября она решила сбежать из-под опеки семьи. Когда вы оказались, условно говоря, в том безопасном для вас месте, где вы выдохнули? Я думаю, что в состоянии, когда я выдохнула, я не оказалась до сих пор. Потому что ты понимаешь, где бы ты ни оказался, за тобой в любой момент могут прийти. И как бы для тебя сейчас ситуация не выглядела безоблачь, ты понимаешь, что в любом случае эта сторона, она действует, и твои поиски, они уже активно осуществляются. Формально связь вышел через правозащитника, вышел некий сотрудник правоохранительного органа в Ингушетии. То есть он говорил со мной, как представитель моей семьи, получается. Сказал, что мне гарантируют безопасность в случае возвращения домой. И когда выяснил, что я не намереваюсь этого делать, сказал, что мне нужно обратиться в ближайшее отделение полиции, чтобы сняться с розыска. То есть вот здесь это прозвучало, что я уже в розыске нахожусь. Вот 19-го числа я отправилась в отделение полиции, снялась с розыска. 20-го числа уже поступила информация, мой адвокат узнал о том, что против меня собирается там возбуждать уголовное дело. Такая тоже уже привычная практика. И я решила выйти на связь со своими родственниками. И 23-го числа я позвонила матери, и неожиданно для меня телефон взял Аламов, и в принципе я только тогда и узнала его имя. И он сообщил мне о том, что ему угрожает, и то, что у меня есть недельный срок вернуться домой, и он будет убедить. Потом какие-то мои родственники брали телефон и подтверждали эту информацию. Совершенно шокирующую для меня, честно говоря. Я очень пыталась на тот момент не продемонстрировать именно вот эту степень влияния этой информации на меня, потому что я была ей абсолютно разбита. Я не думаю, что я в полной мере и сейчас от этого оправилась. И я просто сказала им о том, что если вообще для них приемлемо что-то подобное, то единственное, что я могу сделать в этой ситуации, это я могу там придать это огласке. Я это сделаю в любом случае, потому что другого механизма гарантировать хотя бы какую-то относительную безопасность на самом деле для этого человека и его семьи у меня не имелось. Совершенно не смутил тот ВАП. Как бы я объявила, я веду запись нашего разговора, и она окажется в сети. Прошло уже значительно больше недели с момента вот того ультиматума, и, к счастью, все живы и здоровы. И Магомед Аламов тоже жив-здоров, и его родственники живы и здоровы, насколько об этом известно. А как ситуация развивается дальше, или она в безнадежном тупике? Вот что сейчас происходит в вашей истории? Ну, я нахожусь в ситуации, когда я не могу не подать какое-либо заявление о каких-то противоправных действиях, которые применялись по отношению ко мне, не просто там подать заявление на восстановление документов. Я вообще, в принципе, абсолютно парализована в своих действиях, потому что любое мое заявление, любой мой контакт с правоохранительными органами может привести к моему задержанию. При этом были какие-то звонки от адвоката, якобы моей семьи, которая утверждает, что мне не следует скрываться, потому что ясное дело, что я ничего не сделала, но при этом, да, какое-то уголовное дело, да, там что-то есть, какие-то заявления есть, этим занимается полиция. И вот этого всё я и не могу понять, почему какой-то центр по противодействию экстремизму, который изначально фигурирует во всей этой ситуации. Почему полиция при угрозах принимает, ну, таких уже личных, при всём, я не знаю, там, резонансе, когда получается ситуация, принимает заявление о якобы какой-то краже. Очень много вопросов, и совершенно нет никаких ответов на них у меня. И сейчас, ну, да, я в таком неопределённом статусе. Марина, а вы понимаете, зачем вот всё это нужно вашим родителям? Если они действуют во благо вам, при этом вы говорите, что вам от этого, ну, мягко говоря, нехорошо. Почему они продолжают это делать? Вот вы находите какое-то объяснение их действиям? Да, я думаю, что здесь нам нужно, в принципе, сфокусироваться, наверное, не на причинах, которые обуславливали, да, моё решение, уйти из дома, сколько, наверное, прояснить, что оно само из себя представляет. То есть для северо-кавказского общества уход женщины из семьи это довольно серьёзный акт неповиновения, который, к сожалению, сталкивает её даже не с ограниченной какой-то группой лиц, которые представлены, допустим, родственниками или родом даже, но с целой системой, противостоять которой в одиночку практически невозможно. Мы, разумеется, так или иначе, все живём, боже, при патриархате, но вот тип патриархата на Северном Кавказе, он несколько отличается, потому что он значительно ближе к такой наиболее архаичной своей классической форме, которая выстроена на какой-то полувозрастной иерархии с какой-то безоговорочным господством мужчины-отца, доминирующей позицией мужа по отношению к жене, в связи с этим сыном перед дочерью, в женском контроле над женщиной во всех сферах, особенно сексуальной и так далее. И получается, что кавказская женщина абсолютно лишена автономии. Она имеет вполне чётко обозначенный статус и считается, в принципе, неполноценной, нуждающейся в попечительстве со стороны мужчины, потому что на ней якобы сосредоточена честь нации. Причём я сейчас не просто так использую слово «попечительство», потому что именно буквально не так многие, во всяком случае, ингурские мужчины характеризуют себя по отношению к женщинам, они называются «попечителями» и ссылаются в этом на какие-то там религиозные установки. Получается, что во всей этой системе уход — это не просто некая такая смена правил игры, какой-то радикальный отказ от участия, проявление какой-то женщины, я не знаю, там отрицаемой в рамках вот этой системы агентности, которая ведёт, в принципе, к её подрыву. И выходит, что женщина может оказывать самостоятельно принимать для себя решение, приемлема для неё подобная позиция или нет. И, соответственно, на неё обрушается как бы критика и репрессия, там вот это тоже убийство чести. Это такой механизм воздействия, я бы сказала, даже не столько на того, кто отступает от предписанной модели поведения, сколько на всех остальных через него опосредовано, благодаря чему вот эта патриархальная система пытается препятствовать каким-то невинуемым изменениям своей структуры. То есть я правильно понимаю, что единственный выход в такой ситуации у женщин молодых счастливо выйти замуж за мужа, который не разделяет эти самые традиции? Это большой вопрос. В некоторых семьях она это не выбирает, но в любом случае, даже если нет, это очень редкий случай, чтобы прямо при недовольстве, скажем так, семьи женщина могла выбрать за кого выходить замуж. При этом какой бы прогрессивный у тебя, допустим, не был партнер, у него тоже есть определенная семья, а у нас община родовой строй, и, соответственно, это не гарантирует того, что ты избавишься от всех проблем, от которых ты стремишься избавиться. Понимаете, я сейчас не просто же получается ушла, да, я еще и как бы публично говорю об этом, то есть я наношу довольно серьезные серьезные репутационные потери своей семьи и своему роду, и, соответственно, как бы, ну, предполагается, что я должна поднести за это наказание, и сейчас я сталкиваюсь с таким довольно ужесточенным хейтом в сети, когда люди, абсолютно незнакомые люди, буквально призывают к тому, чтобы меня, как мужа скорее, разыскали, меня там и линчевали, или предлагают мне там различные способы самоубийства, здесь совершенно не важно. Достаточности самого этого факта, того, что вот это сделано, еще это получило такой резонанс. А с вашей точки зрения, что такое должно произойти, чтобы ваши родственники сдались? Ну, не сдались, а просто приняли вас такой, какая вы есть, и сказали бы, ну, ладно, все, да, наша девочка действительно выросла, все-таки вам уже, ну, 28 лет, ну, может быть, наконец-то оставим ее в покое, пусть живет, как хочется. Это вовсе такая немыслимая ситуация, мне кажется. Ну, даже на моих родственников будет оказывать давление общества вокруг, потому что, если сегодня кто-то сочтет, что я могу просто, да, сепарироваться, отделиться и жить независимо, еще при этом поддерживать какие-то отношения с кем-то, которые сочтут, что ладно, мы вот сойдемся на таком принятии, то и другие девушки сочтут аналогичным образом, потому что все это выстроено на насилии, в нем нет ничего привлекательного, и, соответственно, можно заметить, что наибольшее число побегов женщин, оно не наблюдается как раз из наиболее консервативных регионов северного Кавказа, то есть это непосредственно Чечня, Гушетия и Дагестан. Получается, сейчас у вас абсолютно эпатова ситуация, или наоборот, как это говорят, суксванг, что бы вы ни сделали, все будет только хуже, получается? А знаете, в чем суть? То есть все это можно было бы регулировать при участии государства, например, российского, потому что российская законодательство предусматривает равенство мужчины и женщины, свободу передвижения для каждого человека и так далее. Но вот если я прежде высказывалась довольно робко, потому что мне не хотелось умножить свои без того бесчисленные проблемы, то теперь я, пожалуй, слишком уже утомлена и объективно имею достаточное количество оснований для какой-то открытой критики. Потому что вот воспроизведение патриархата как некая система мужского доминирования, это именно то, с чем я столкнулась и от чего я страдаю, оно осуществляется различными, понятное дело, социальными институтами, вроде того же, института семьи или посредством религии, например. Но ключевую роль в этом играет и государство, которое регулирует гендерные отношения, в том числе через какие-то официальные дискурсы, которыми он закрепляет представления о гендерных ролях, которые могут быть дискомфортны как для женщин, так и для мужчин. Но также контролирует социальные, гражданские, репродуктивные права женщин. И вот это самое удивительное, то, что сегодня российское государство фактически санкционирует применяемое отношение к женщинам насилие. Начиная там декриминализация статьи о побоях, что предсказуемо, значительно ослабила защищённость женщин по отношению к домашнему насилию. И заканчивая устоявшейся уже практикой осуществления поиска и принудительного защищения кавказских женщин и их семьям, буквально на заклане получается, в которых практически всегда задействованы силовые структуры различных уровней. При этом противоправность с точки зрения законодательства таких действий не рассматривается даже при подаче потерпевшими заявлений. Удивительно ли это? Вероятнее всего, нет. То есть вы расцениваете это всегда как какую-то локальную проблему, а на самом деле она простирается широко за пределы Северного Кавказа, потому что я считаю, что в Собьеме России у женщины есть вполне определенная гендерно обусловленная функция, это демографическое воспроизводство. А у мужчин есть, соответственно, какое-то великое предназначение, скажем так, которое предполагает перманентную готовность убивать и умереть в процессе реализации интересов конкретных лиц. По крайней мере, я хотела бы еще отметить, что я сейчас нахожусь, не могу сказать, что это прямо такое свободное состояние, но тем не менее я не задержана ни своей семьей, ни кем-либо еще, а есть люди, которые прямо сейчас удерживаются теми, от кого они пытались сбежать. Не знаю, там Халима Тарамова, Лейла Гиреева, Селима Исмаилова, Седа Сулейманова. И во всех подобных случаях была задействована полиция, притом не только Северо-Кавказская, что опять же говорит нам о том, что это проблема нелокального уровня. И это, конечно, удерживается, я сейчас не имею в виду, что они там буквально находятся на привиде, но они в условиях, когда из соображений собственной безопасности ты вынужден соглашаться на любые требования, которые тебе предъявляют, даже если не противоречит твои интересные желания. И это тоже тема, которая меня очень сильно волнует. Я на самом деле довольно сильно беспокоена за всех этих женщин, потому что кроме этих случаев мне известны еще и другие, которые просто не получили там широкой огласки. И я прекрасно понимаю ту степень отчаяния, чувство бессилия и покинутости, которое тебя одолевает, когда ты просто насильно оказываешься возвращена в ту же изначально довольно чужеродную тебе среду, которая становится для тебя еще более токсичной. Но я хотела бы, наверное, призвать всех этих женщин держаться и помнить, что никогда ничего не потеряно, пока мы, наверное, живы, я не знаю. Марина Яндиева была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачашникова. Подкаст «Человек имеет право» можно слушать на всех известных платформах для подкастов. Apple Podcast, Google Music, Яндекс.Мьюзик, на Ютьюбе, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки. Редактор субтитров А.Семкин